Ребят, моя квартира в Майами стоит 3 700. 3 500. Приехала ли я сюда, по-другому, если перефразировать, с уровнем английского? Одно интервью меня сразу взяли. Я могла быть маньяком каким-то, не знаю. Столько почему-то они популярны, люди этого не знают. Ребят, когда вы сюда приезжаете, у вас находятся русскоязычные друзья, они вам тут все рассказывают, знакомы. Они также приезжали, там, не знаю, несколько месяцев назад, как и вы. Мы с ним поженились все-таки, и через 2 недели он просто испарился. Кот, что-то так холодно. Короче, ребят, мы сейчас это быстренько все сделаем. Сейчас я вам все расскажу. Я взяла свой компьютер. Я очень хотела записать видео, так как оно просто дорого моему сердцу, и мне кажется, что оно поможет очень многим людям. Как найти интерншип? Интернатура, not medical, интерншип. В Америке, и как остаться здесь под J1 visa. То есть, что происходит, когда J1 visa уже expires? Простите, ребят, дурацкая привычка смотреть на себя. Буду смотреть сюда. Expires. И вам надо просто остаться, ну, как бы на какой-то другой визе, или вообще какой-то найти способ. Вот, ребят, я... У меня очень много filler words, like M, M, S, so... Поэтому, so... Поэтому я буду читать очень много с компьютера. Я просто очень хочу вам дать сжатую информацию в короткий срок. Кто я? Ребят, вы... Мне нравятся мои notes. Кто я? Ребят, вы точно не знаете меня. Я никакой не professional youtuber. Я никакой не инфрилуенсер. Даже не могу сказать это слово. Но меня столько раз уже задавали эти вопросы. Когда люди меня здесь спрашивают, они постоянно меня спрашивают из-за моего акцента, и вообще, откуда ты? Я говорю, что я из России. И они, а как ты переехала? И когда я им говорю, internship, ну, типа, I came here as an intern, у них сразу, вау, типа, мы вообще первый раз такое слышим. Обычно люди просто приезжают по туристической визе, остаются. А ты, типа, ну, как бы по интернатуре переехала. И я таких, как я, наверное, встречала, которые переехали по internship, два человека. Одна девочка уехала всего за пять лет, что я здесь. Вот. Всего два человека. И причем, почему-то это настолько непопулярно, а это стоит небольших денег вообще найти эту internship company, вот эту вот компанию, в которой вы будете работать. И плюс, это у вас идет громадный плюс к вашей карьере, если даже вы не хотите остаться, просто хотите приехать сюда там на три месяца, на шесть месяцев, двенадцать месяцев, восемнадцать месяцев, поработать, какой-то пожить в Америке, какой-то получить вкус, понять, что вообще для вас это страна или не для вас. Вот. И уехать вы тоже это можете сделать. Это не стоит каких-то громадных денег. Сейчас я вам просто даже сейчас скажу, это будет стоить около двух с половиной тысяч долларов, там, две шестьсот тысячи долларов. За вот эту программу, за подписание документов, за нахождение компании и все такое. С чего начать? Немножечко небольшое какое-то интро обо мне. Мне сейчас двадцать восемь лет. Я переехала сюда, когда мне было двадцать четыре года, четыре, почти пять лет назад. Переехала сюда сразу из России в Майами. До этого я была в Майами вообще ни разу. До этого я была в Америке только один раз на три месяца по программе Work and Travel. Очень популярная программа. Мне кажется, ее закрыли или не закрыли? Мне кажется, ее не закрыли, потому что постоянно говорят, что люди по ней переезжают и просто остаются здесь. У меня таких случаев куча. Вот, но сегодня не об этом. Вот, я не была нигде за границей, кроме Казахстана, Белоруссия. Но я не была никогда в англоязычной или в какой-то другой нерусскоязычной стране. Вот так скажем. Я переехала, получается, сюда пять лет назад. Виза J1. Я хочу сказать, что я свой бакалавриат получила в Москве, в России. Четыре года. У меня нет ни мастерс, ни обычный бакалавриат. Вот. И получила работу. У меня бакалавриат accountant, то есть бухгалтер. Бухгалтерский учет и аудит. Никогда не нанимайте меня бухгалтером. Я разрушу просто вашу компанию. Получилось так, что я закончила университет. И сразу после этого получила работу бизнес-аналитиком. Вот. И проработала в компании полтора года в России и переехала сюда. Вот. То есть для кого это вообще вот видео? Это для таких young professionals, мне кажется, людей от 18 до 30 лет. Что мы будем сегодня обсуждать? Быстренько обсудим. Тут и обсуждать-то, знаете, не, ну как бы небольшая какая-то там, не знаю, тема. Просто очень хочу рассказать вам про компанию, которую я использовала. Использовала я много компаний. В этом видео я вам расскажу о двух компаниях. Вот. Для того, чтобы найти интерншип. Потому что я здесь, ну как бы никого не знала. У меня здесь ни родственников, ни друзей нет. Я только была здесь на три месяца, три года до того, как я решила сюда переезжать. Мы обсудим, знала ли я, конечно, самый популярный вопрос, знала ли я английский до того, как я уже переехала. То есть приехала ли я сюда, по-другому если перефразировать, с уровнем английского. Какую компанию я использовала, какие документы я подавала. Сколько это мне все стоило. Можно ли въезжать и выезжать по J1 виза. И как остаться вообще легально после того, как у вас J1 виза expires. Вот. А, еще очень интересный вопрос. Избогата ли я семьи? Сразу давайте ответим. Я вообще не избогата семьи. Я only child. We are the best. But, мои родители, инженеры railway, жили на железной дороге. Поэтому это точно не из богатой семьи. Я вам просто хочу немножко дать информацию, как я переезжала. В 2018 году это все случилось. Но я уже начала об этом думать, наверное, в сентябре 2017 года. И переехала я в мае 2018 года. То есть с сентября по февраль я использовала первую компанию. Для того, чтобы найти internship не successful, вообще не рекомендую. Я даже не помню ее имя. Я помню, где она находится. У них такой сайт был, белый, оранжевый, с филиалом в Воронеже. Голос, господи. Вспоминают они меня, наверное. Не рекомендую использовать эту компанию, потому что это заняло у меня 6 месяцев. То есть с сентября по февраль. Сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь, январь, февраль. 6 месяцев. Still got my accounting skills. У меня не было ни одного интервью. И вообще не successful. Они не могли ничего предоставить. Вот, поэтому я хочу вам рассказать про компанию, которую я использовала. А, нет. Сначала я хочу вам ответить на вопрос, знала ли я английский, когда я приехала. Вот, я, да, ответ на этот вопрос, да, я знала английский. Но мне было 24 года, и я начала учить, наверное, когда мне было 19 лет. То есть в течение 5 лет я изучала английский. Но это было, знаете, шатко, вот так вот, э-э-э-э, какие-то там, не знаю, там почитать, там посмотреть. Это было не consistent. Вот. Но, блин, ребят, я выучила, мне кажется, я не знаю, такую построила базу за первый год с 19 по 20, когда мне было уже 20 лет. И я просто построила эту базу на том, что я распечатывала себе самые использованные слова в английском, например, и просто даже без какого-то разделения. Там овощи, работа, кухня, я не знаю, там, шопинг. Просто самые the most useful, a thousand most useful words. Ой, я думаю, кто-то пришел. In the English language. И просто вот так вот по 5 слов в день, 5 слов изучала, на следующий день повторяла предыдущие 5 слов, изучала новые 5 слов. Вот. И как-то вот такими маленькими шажками, вот так вот. Но потом, когда у тебя, ты такую строишь базу, смотрела друзей, мечтала, как я перееду вообще в Нью-Йорк. Вот так вот просто по 5 слов в день я учила-учила. И знаете, что мне еще очень помогло? Мне помогло заучивание текстов на английском. Там даже 2 предложения какие-то там, не знаю. И потом у тебя не просто такого автомата доходишь, что ты отвечаешь уже фразами. Тебе не надо там думать, как ответить на этот вопрос. У тебя сразу выходит. Прям так. Вот. И знаете, когда, я понимаю, это не самый какой-то там лучший опыт. Может быть, если вам интересно, у меня еще есть какие-то там другие способы, как я изучала английский. И на самом деле это очень, у меня ушло очень много эфорта даже, несмотря на то, что это было не консистент. Я вспоминаю, как я ходила в универ ко второй смене, и я просыпалась где-то в 7 утра. И я вот так вот с 7.30 до 12 стабильно, ну, у меня там был один бойфренд, и обычно жизни какого-то не было, учеба. И я просто стабильно вот так вот там 5 часов до уроков, 4 часа до уроков стабильно каждый день, за исключением субботы, воскресенья, учила, сидела, долбила этот английский язык. Вот, и если вам интересно, я вам расскажу в отдельном видео, как, ну, какие-то, не знаю, способы расскажу. Я знаю, что дофига этих видео, но просто, что лично мне помогло. Вот, и поэтому, знаете, когда я еще вот, если circle back to this situation, my transition and internship, когда я переехала сюда, я думала, ну, как бы в России, я думала, что у меня, ну, как бы офигенный уровень advanced английского языка, и на самом деле нет, вообще, когда я переехала сюда, я помню, мне вот эта internship-компания сказала, там, позвони в T-Mobile, это как Beeline у нас, не знаю, там, МТС, позвони, поговори с ним, почему там, я не знаю, у нас там связь оборвалась, или Билл какой-то там, что-то у нас пришел, Билл больше, чем обычно, и я просто настолько была в шоке, terrified, что я вообще не могла, я не понимала, что мне говорят, и, короче, думала, что у меня офигенный уровень, но когда я сюда приехала, вообще нет, вот, кстати, ответить на вопрос тоже, знаю ли я людей, знаю ли я людей, которые переехали сюда без знания английского языка, о май гад, мне кажется, все, ну, 90% кого я знаю, переехали сюда без знания английского, с какими-то там, знаете, словами, sky, apple, все, пэн, вот, спокойно живут, спокойно существуют, работают, встречаются с друзьями, заказывают в ресторанах еду, гуляют, путешествуют по Америке, до сих пор живут, и все у них нормально, все они выучили, у каждого по-разному заняло, но, блин, ребят, везде русскоязычных населения, везде полно, и люди вам помогут, честно вам говорю, вот, так что не волнуйтесь, если вы даже думаете, что у вас intermediate английский, во-первых, вы будете проходить интервью, internship, блин, во-первых, ну, как бы, они поймут, они вас не будут нанимать, если у вас какой-то неподходящий английский, поэтому вообще не парьтесь, не расстраивайтесь, переезжайте сюда, вот, и если у вас, если вы хотите переехать, и у вас даже, ну, как бы, не очень английский для internship, для того, чтобы работать здесь, вы можете приехать сюда изучать английский, очень много дофига школ, каплан, я помню, моя подружка, вот, переехала сюда пять лет назад, пока план, в школе по программе один месяц, что ли, и она просто осталась, то у нее была программа, там, один месяц в Америке изучения английского, вот, если вам интересно, дайте мне, пожалуйста, знать, я вообще никто на ютюбе, я читаю все комментарии, вот, хейт, не хейт, что там всплывет, я, короче, отвечу вам обязательно, и мне просто будет бальзам на душу, если я кому-то помогу с этой ситуацией, с такой же, вот, переходим, короче, к веб-сайту, к компании, которую я использовала, ребят, вот просто, да, я использовала, ну, компанию сентября по февраль, и потом, и потом я, когда нашла я эту компанию, я сразу там подала заявку, это был февраль, и в феврале у меня уже был сайн-контракт с компанией в Майами, то есть я уже подписала контракт с ними, с этой компанией, я подписала контракт с компанией в Майами, где я буду работать, я прошла интервью, они меня взяли после первого интервью, обычно это там, даже не два интервью, одно интервью, и вам как бы все нормально, вот эти вот компании, которые нанимают себе интервью, типа, abroad, from abroad, они обычно, вот это обычно, как бы, извините за мои вот эти вот английские слова, блин, они обычно стартапы, которые не могут позволить себе платить нормальную цену нормальным работникам в Америке, поэтому нанимают людей, как бы, и они, ну, как бы, знают, у них определенный level of expectations, чего ожидать от вас, от английского языка, вот, и поэтому, как бы, они, мне кажется, если у вас нормальный английский, одно интервью, и все, и вас наймут максимум, может быть, там, два интервью, но, блин, у меня вот компания была, когда я приехала 20 человек, одно интервью меня сразу взяли, я могла быть маньяком каким-то, там, не знаю, убийцей, я не знаю, но, ребят, я посмотрела веб-сайты, точнее, один их веб-сайт, компания называется, блин, не могу все-таки назвать, ICD in USA, вот, я оставлю вам эту, в линк, в этом боксе, или как это называется, ICD in USA, сайт ICD in USA.com, вот, я нарыскала, сколько я платила 5 лет назад за компанию, эту, за программу, у них там есть разные цены, разные программы, на 3 месяца, кстати, вообще цены не зависят от того, где вы, какую интернцию будете проходить, то есть, маркетинг, моя интернция была, маркетинг, маркетинг, экономия, аккаунтинг, 3 месяца, у них там одна цена 6 месяцев, другая цена 12 месяцев, которые я делала, вот, еще одна цена, и максимум можете поехать на 18 месяцев, вот, на полтора года, то есть, 5 лет назад для моей программы была цена 2200 долларов, а сейчас, ребят, цена после 5 лет, ё-моё, после 5 лет с этой инфлейшн, и со всем, что происходит, экономия в мире, сейчас, чтобы воспользоваться программой 2600, то есть, 2600, я так сказала, ужас, то есть, до этого было 2200 программой, сейчас 2600, всего на 400 долларов за 5 лет выросла, выросла программа в цене, ребят, если, блин, я бы могла travel in time, и просто порекомендовать себе воспользоваться этой программой, вообще, какой, ну, вот, какие-то, там, опции посмотреть, блин, 2600, ребят, моя квартира в Майами стоит 3700, 3500, а программа на 12 месяцев 2600, это просто, ребят, ну, реально, и посмотрите, сейчас я вам расскажу, какие всего лишь документы я подавала, это смешно, что я хочу сказать на веб-сайте, вот сейчас я зашла на веб-сайт, и там написано, что 20% вы платите, когда вы просто down payment, просто, что соглашаетесь на то, чтобы поставить себя, типа, вот на маркет, и чтобы компания, вот эта ICD in USA, начала вам поиск работы, всего 20% от 2600, господи, и the rest, 80% вы платите, когда уже это ICD in USA, компания нашла вам работу, интерншип, вы подписали уже контракт, уже прошли success в интервью, вам они нашли, не просто нашли, а именно нашли, вы прошли интервью, вы уже согласились с этой компанией, вам все понравилось, понравилось, локейшн, все, короче, подходит, и тогда вы уже платите 80%, ребят, ну, это просто... Какие документы я отправляла? Всего 5 документов, первый паспорт, загранпаспорт, подписанный контракт, резюме, там написано, есть же резюме, а есть CV, я послала, я посмотрю, что я послала просто обычное резюме с фотографией, там, ну, как бы, обычно составлено, вот, два там цвета, белый цвет и темно-синий цвет, кантовка, все, обычное резюме, это уже 3 документа, паспорт, загранпаспорт, подписанный контракт с ICD in USA, резюме, motivation letter, мотивационное письмо я составляла просто copy-paste, со всех с гугла просто мотивационных писем, просто вот это предложение нравится сюда, вот это предложение подходит сюда, это просто, ну, вот, пупури, подборка всех, блин, наверное, в гугле мотивационных писем, и одно рекомендательное письмо, таким же образом copy-paste, вот эта фраза подходит сюда, вот такое, вот, а4, вот такое, рекомендательное письмо вот такого размера, а мотивационное письмо полтора листа, сори, привычка тупая, смотреть на себя в камере, полтора листа, вот, 5 документов всего, ребят, вот, и знаете еще, что хотела сказать, хотела сказать, что обычно internship, так как я не из богатой семьи, как бы, блин, мне нужны были деньги, когда я сюда переехала, как бы, я знаю, что там много очень опций, где компания вам не платит деньги, но, блин, мне надо было, компания платила мне тысячу долларов за месяц, ребят, долларов это ничего, у меня кровать в, с четырьмя девочками, у меня вот кровать в комнате стоила 750 долларов, то есть, блин, из 1750, ребят, просто тоже, как бы, не бойтесь, даже вот здесь сейчас называют цены, это звучит капец, как я вообще выжила, я приехала сюда, кстати, у меня родители дали тысячу долларов всего, вот, или как-то выжила, ребят, честное слово, во-первых, вы сюда приезжаете, и у вас люди знают вашу ситуацию, и они там, не знаю, коллеги там, начинают, не знаю, там, какие-то opportunity, знаете, вот, себя предлагают сами, они предлагают посидеть, там, не знаю, dog sitting, собаками, когда они уезжают, или там, с ребенком, или, ну, как бы, вот, какие-то такие, блин, side jobs, side gigs, какие-то маленькие такие работки, и, кстати, очень интересно, когда вы приезжаете, обычно, такие internship, каких-то туристических, более-менее, не знаю, как мне кажется, хотя туристов везде полно в Америке, в местах, и вот моя работа еще, я работала очень на хорошую, серб, капл из Сербии, у них был бизнес, фотографии, я там фотографировала туристов, вот, они мне тоже, как бы, платили за это деньги, ребят, когда вы сюда приезжаете, у вас находятся русскоязычные друзья, они вам тут все рассказывают, знакомые, они так же приезжали, там, не знаю, несколько месяцев назад, как и вы, они вам рассказывают опции, так что, пожалуйста, вообще не волнуйтесь, честное слово, самое главное, это решиться на это, приехать сюда, и, блин, это, это настолько изменит вашу жизнь к лучшему, даже если вы просто сюда приедете на там 3 месяца, почему бы и нет, вот, мое философское рассуждение, сейчас мы wrap it up, подходим к концу, слава богу, вы, наверное, уже от меня устали, у меня осталось чуть-чуть, всего лишь 2 абзаца, notes, когда, короче, программа у меня заканчивалась, у меня было 2 опции, первая опция, так как я была на программе 12 месяцев, я могла продлить свою программу на 6 месяцев, то есть за цену я посмотрела 1500, ну, что-то это дороговато, если вся программа стоила для меня 2200, а за 1500 остаться на 6 месяцев, ну, как бы я могла это сделать, я уже собрала какие-то там деньги, все такое, вот, но вот вторая у меня была опция, самая распространенная, это marry your boyfriend, знаете, у меня за это время появился boyfriend, он был очень crazy, и, знаете, самый быстрый способ получить визу, green card и остаться в Америке, это выйти замуж за американцем, вот, ребят, это просто один год, и вы golden, и у вас green card, и потом, даже несмотря на то, что если вы там разведетесь, обычно, типа, там, be married for 3 years, даже если вы разведетесь, после этого года все равно вы можете остаться здесь, вот, но у меня было вот эти вот две опции, и, кстати, стоит выйти замуж около 3000 долларов, я имею в виду там government fees, поэтому платите lawyer, вот, я знаю людей, которые у меня вот подружка сделала без lawyer, она составила сама эту стопку документов, но, не знаю, я просто боюсь и не доверяю себе, и не могу вот это вот все, вот это research, это все читать, мне лучше, проще, блин, не есть, там, не знаю, сидеть на дешераке месяц, ну, просто заплатить и знать, что, блин, профессионал, тем более, когда это доходит до этих документов, все такое, но это ответственная тема, что вот мой lawyer, вот это все, как бы, блин, человек этим занимается, вот. И я выбрала, ребят, вторую опцию, но у меня очень интересный на этом моменте, я откладываю свой компьютер, и у меня очень интересный на этом моменте такой твик, потому что мой кейс, это был необычный кейс, что я просто вышла замуж, да, и тут осталась, живу с американцем, когда вы выходите замуж, ваш спауз, супруг, супруга подписывают вот эти документы с лоером, и где они подписывают петицию, что они берут на себя ответственность за вашу жизнь здесь и все такое, вот это вот, подписывают там другие документы, и эти документы подаются, где они потом там обрабатываются в течение года и вам присылают грин-карту. Что получилось у меня? У меня был очень сумасшедший, дебильный, просто мой бойфренд, вот, и я вам расскажу это отдельное вообще видео, как про вот этот мой кейс, он называется ВАВА Кейс, Violence Against Women, то есть вы, может быть, два типа, это может быть Violence Against Women, когда там вас ударили, вам причинили физический ущерб, или когда вам причинили эмоциональный ущерб, мой был эмоциональный ущерб, то есть там такая crazy история, но получилось так, что меня этот мой бойфренд подтолкнул к тому, что прям вообще пуш, чтобы мы с ним поженились, а потом мы с ним поженились все-таки, и через две недели он просто испарился, то есть он как испарился, о, мы поженились, я уже начала подписывать всякие документы, с лоером работать, сори, вот, и он просто сказал мне, что я, это было дело все во Флориде, о, я, у меня тут нет друзей во Флориде, я поеду в другой штат, где вот мой друг, visit my friend, я сказала хорошо, и все, он просто уехал с маленьким рюкзачком, и когда я, там, через неделю я ему там позвонила, и все такое, и он просто сказал, что он не приедет, что все, он не приедет, он решил, что он не хочет жить во Флориде со мной, и все, вот, и он оставил все свои вещи здесь, это ужасно вообще период, блин, просто прикиньте, ваш бойфренд просто испаряется, и, короче, это жесть, он оставил свои вещи здесь, свидетельство о рождении, все свои документы здесь, так, что моя интерншип закончилась, я вышла замуж, и подала вот этот кейс, где я клейм, говорю, что вот мне предоставили американский гражданин, мой муж предоставил мне вот такое вот эмоциональное как бы насилие, не предоставила, а вот кост мне вот эмоциональное насилие, и они все проверяют, там все подаются, документы, и очень много существует таких этих благотворительных организаций, где за очень вообще символическую цену вам все этот профессиональный адвокат, лоер, составлять документы, вот, shelters, women shelters, ну это отдельная история, вот, ну вот такая у меня вот история, что я осталась на violence against women case, вот, и вы можете работать, вы можете подавать на грин карту, путешествовать по этой визе, по грин карте, вот, ребят, короче, подходим к концу, ICD in USA, пожалуйста, 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 спасибо, что посмотрели, пожалуйста, надеюсь, вам понравилось, если какие-то есть вопросы, обязательно пишите мне, и я обязательно вам отвечу в течение 24 часов, честное слово, вот, пожалуйста, меняйте свою жизнь к лучшему, 2600, вот это вот, блин, квартира стоит 3700, можете себе представить, за 2600, за 12 месяцев вы можете себе, я не знаю, блин, жизнь изменить, жизнь изменить своих детей, короче, я уже даюсь философским рассуждением, все, целую вас.